130 придомовых территорий республиканской столицы преобразились за 4 года. Удобные пешеходные дорожки, новый асфальт, детские площадки, зоны для отдыха, дополнительные парковочные места. Благоустроенные по федеральной программе дворы стали комфортными и безопасными. В этом году новый облик приобретут еще 25 придомовых территорий. Работы по капитальному ремонту идут полным ходом. Так на Космонавтов 37 уже закончили укладывать тротуарную плитку. Делаем детские площадки, зону отдыха, потом пройдем парковки. И в последнюю очередь у нас остается только асфальт постелить и все сделать комфортно для людей. Долго прослужит благоустройство? Долго и долго. Надеемся, что все будет хорошо. Стараемся, делаем все качественно. Людям нравится население, живут в домах. Так что все красиво и качественно. Высокие темпы работ позволили раньше срока завершить запланированное благоустройство. И городские власти объявили новый прием заявок на ремонт придомовых территорий в 2023-2024 годах. Из всех условий, необходимых для того, чтобы попасть в программу, пожалуй, самая важная – активность жителей. Горожанам необходимо провести общее собрание собственников многоквартирного дома и решить, как будет осуществляться благоустройство и что необходимо сделать. В минимальный перечень входят такие виды работ, как ремонт асфальтного покрытия, организация освещения, установка скамеек, урн, озеленение. Для того, чтобы принять участие в данной программе, жителям необходимо подать заявку, акт обследования дворовой территории и протокол общего собрания собственников жилья, помещения, многоквартирного дома. Данные образца они могут получить у нас или же на сайте мэрии города Черкеска. Там будет раздел «Благоустройство», и оттуда можно все скачать, заполнить. Готовый пакет документов подается в Управление жилья и коммунального хозяйства в мэрии города Черкеска по адресу Тургеневская, 78, 3-й кабинет. В числе документов, которые должны предоставить жители, также гарантийное письмо от управляющей организации о последующем содержании и текущем ремонте объектов благоустройства. Каждую заявку будет рассматривать специальная комиссия. Преимущество на дворовые территории в 2023-2024 годах планируется включать те дворы, которые находятся в наиболее худшем состоянии, где, например, если двор один и три дома, где больше жителей. Жить в благоустроенном дворе, в котором есть и место для парковки, и площадка для игр, пожалуй, мечта каждого, и, нужно сказать, вполне осуществимая. Срок окончания приема заявок на участие в программе по ремонту придомовых территорий – 20 июля. У горожан есть еще чуть больше трех недель, чтобы получить возможность преобразить свой двор. Мария Клокова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.